Поправки в уголовный кодекс, согласно которым насильственные действия в отношении близких лиц будут караться лишением свободы до двух лет, вызвали бурные споры в обществе. Иными словами, теперь родители могут попасть в тюрьму за то, что наказывают детей шлепками по попе. При этом на первый план выдвигаются доводы, казалось бы, гуманного характера, заботы о жизни и здоровье детей. Но никто из разработчиков данного законопроекта не может ответить на вопрос, кто и как будет определять степень нанесения ущерба ребенку. Сегодня у нас в студии заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара Ольга Слесарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, понятно, что обсуждать ту или иную законодательную инициативу с сотрудником администрации, это, наверное, не очень правильно. Тем не менее, не могу не спросить вас. Ваше мнение, напрасно ли волнуется общество? Вот такой ажиотаж вокруг этого вопроса. Я бы даже уточнила не с сотрудником администрации, а с сотрудником органа опеки и попечительства, потому что для нас это очень больной вопрос. Вот где грань, как определить, можно в эту семью вторгаться и насколько вторгаться или нельзя. Для нас это очень-очень всегда сложно. И в первую очередь, конечно, мы появляемся там, где есть угроза жизни и здоровья детей. Вот шлепки, это, наверное, все-таки немножко не к нам. Это педагоги, это психологи. Каким образом будет действовать этот закон и какие механизмы будут приниматься при его действии? Сейчас говорить пока преждевременно, потому что должны быть приняты какие-то подзаконные акты, которые будут регламентированы вот то, о чем вы говорите. Степень нанесения телесных повреждений, кратность нанесения телесных повреждений, каким это образом будет все. На сегодняшний момент 116 статья Уголовного кодекса, она не так ведь часто применяется. И чтобы доказать применение и нанесение телесных повреждений, достаточно большой пакет документов следовательно надо собрать. И самое главное, сейчас существует проблема, даже не проблема, а такая возможность, как примирение сторон. Вот с этим тоже нужно будет смотреть, поскольку новое законодательство, учитывая, что эта статья переходит немножко в другую плоскость, там отсутствует возможность примирения сторон. Поэтому, конечно, эту статью нужно применять будет очень аккуратно. И я надеюсь, что и разработчики закона, и подзаконные акты как-то нам немножечко регламентируют, как мы можем это применять, как часто мы можем... Ну, здесь очень много пока вопросов на сегодняшний момент, пока не вступил закон в силу, и не приняты подзаконные акты, конечно, очень сложно. И за шлепки, я думаю, что никто сажать родителей в тюрьму не будет. Ну, а вот чем больше привлечешь к ответственности недобросовестных родителей, тем эффективнее ты работаешь. Это вот именно так строится работа, ну, в целом ряде стран, да, нам это известно, там система ювенальной юстиции доведена до абсурда. У нас немножко по-другому. У меня это сразу очень возмущает, потому что цель нашей работы, чем большую помощь мы окажем семье для того, чтобы предотвратить изъятие ребенка из семьи, вот это наша цель, тем качественнее работают органы опеки. То есть наша задача сделать все возможное для того, чтобы помочь родителям справить с той ситуацией, вот закон о шлепках, да, это родительско-детские отношения, это в первую очередь кто должен работать? То есть педагоги и психологи, дальше больше психологи, научить родителей общаться со своими детьми, выстраивать отношения и научить, ведь у нас дети сейчас какие? Они самостоятельные, да, они в интернет полезли, увидели, ага, кто из нас, из наших детей не говорит? Мама, ты знаешь, вот я прочитала, ты не имеешь права, вот мне... Да, не получаем Павлика Морозова. Да, 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 вот поэтому здесь, конечно, большой поле деятельности для педагогов школ, для наших центров семья, для женских консультаций, которые вот именно с рождения ребенка будут учить правильно, общаться и оказывать помощь. То есть это ни в коей не мере, никакой задачи перед органами опеки никогда не ставится. Изъять ребенка из семьи, чем больше мы их изымем, тем лучше у нас будут показатели. Никогда такого в жизни, перед нами такой задачи никто не ставил. Первое – это работа с семьей и возможность сохранения биологической семьи, то есть трудная жизненная ситуация, в чем она заключается. Материальные трудности от этого родители идут пить, второй брак устраивают, да. То есть разобраться в причинах этого неблагополучия и оказать помощь ту, которую возможно оказать. Есть семьи, которые уже действительно не поддаются перевоспитанию абсолютно. Это семьи, где тяжелая стадия алкоголизма, это семьи, где тяжелая стадия наркомании, где родители в принципе уже не видят разницы между ребенком и бутылкой водки, которая стоит у них на столе. То есть они деградируют как личности и как родители полностью. Там, да, там наша задача – уберечь ребенка от таких родителей, забрать его для того, чтобы найти семью, которая готова поделиться своим теплом, своими радостями, чувствами, домом своим с тем ребенком, которого мы забрали. – По поводу, опять-таки, закона о шлепках. Вот на самом деле практика нашей жизни показывает, что горячность в обществе и волнение по поводу принятия какого-то закона бывают, ну, неправильными, скажем так, что ли, потому что проходит какое-то время, закон начинает работать, и мы понимаем, что да, он… – Совершенно верно, да. – Наблаго принят, такое бывает часто. – Так вот, по поводу побоев и насилия в семье. Ну, если закон начнет работать, он ведь будет касаться любых родителей, да, и кровных родителей, и приемных родителей. – Совершенно верно. – По поводу приемных семей, все-таки много ли и есть ли вообще факты насилия в отношении приемных детей? – Ну, я хочу сказать, что у нас на территории города таких фактов не было. У нас единственное, что два года назад мы отстранили приемного родителя от исполнения обязанностей за то, что она грубо нарушала имущественные права ребенка. То есть ее действия приводили к тому, что ребенок мог остаться без квартиры, без денежных средств, а это говорит о том, что мама действовала не в интересах ребенка, а в своих корыстных интересах. Вот единственный случай, который у нас был. Случаев, где жестоко родитель обращался на территории города Самары, я подчеркну, на сегодняшний момент у нас нет. И этому, конечно, предшествует колоссальная работа, которую проводят специалисты центров семьи, специалисты органов опеки и социально-революционного центра. Поскольку мы все работаем с этой семьей, и как только появляется малейшее подозрение на то, что нарушаются родительские и детские отношения, мы, конечно, начинаем сразу работать с приемной семьей более плотно, чем обычно, где отношения строятся замечательно, хорошо, ребенок маленький и вопросов нет. Ольга Владимировна, ну понятно, что приемные родители, если таковые факты существуют, не будут это афишировать. И вот вы говорите, если появляются подозрения. А что должно произойти для того, чтобы они появились? Каким образом органы опеки все-таки контролируют отношения в приемных семьях? Ведь получается, что если кто-то не пожалуется со стороны, то можно ничего и не узнать. Я говорю, что если у приемного родителя есть проблемы, и он не пришел в органы опеки, значит, мы плохо работаем, значит, мы плохо знаем эту семью. Потому что, когда мы отдаем ребенка в семью, мы всегда говорим, вот мы это те люди, которые вам помогут на первом этапе, если у вас что-то будет происходить. А потом дети – это такие товарищи, которые делятся о том, что у них производят в семье. И в интернете, и в школе, и с друзьями, и в детском садике. И это очень хорошо видно. Даже если ребенок постоянно начинает опаздывать в школу, это видит классный руководитель. У нас очень хорошее взаимодействие с образовательными учреждениями. У нас в школе все знают, кому обратиться, то есть за каждой школой, за каждым учреждением, за каждый поликлиник закреплен определенный специалист, который курирует эти семьи, проживающие вот на этой территории. Это принцип участковости, да. Однозначно поступает звонок, говорит, ребенок опаздывает. И мы начинаем разбираться. Очень аккуратно, очень тихо. Значит, в чем причина? И в зависимости от возраста ребенка появляется, да, что-то, ну, подростковый возраст. Либо он поздно ложится, да, либо сидит все время в интернете. И начинаешь, когда с родителями говорить, особенно психологи, и начинает выплескиваться все, что накопилось у ребенка и у приемного родителя. И сразу видно, на какой стадии находятся вот эти отношения. Ведь разница, мне так кажется, приемным родителям, конечно, сложнее. Но, тем не менее, это же происходит с родными детьми. То есть, ну, ребенок воспитывается достаточно долго в семье. И он уже в 99% свою приемную маму называет мамой. И многие даже не задумываются, что это не родная мама. И многие в 14 лет приходят, говорят, я хочу взять фамилию приемной мамы. То есть, проблемы приемной и родной семьи, они практически всегда одинаковые. У нас ведь в последнее время участились случаи, когда родная мама приходит, приводит 14-15-летнего ребенка и говорит, забирайте и делайте, что хотите. Я с ним не справляюсь. Да. Он начинает там поздно приходить домой, курит. Допустим, а если у ребенка есть какое-то заболевание, задержка психического развития, и вот что страшно, что в последнее время тенденция идет к тому, что мама приходит и говорит, что хотите, делайте. Вот он, я с ним не справляюсь. То есть, это чаще, конечно, происходит с родными, родителями. И что вы в этом случае делаете? Начинаем уговаривать. Давайте не будем горячиться. В чем проблемы? Мы психологи, педагоги. Помещаем в социально-революционный центр, где работают и с мамой, и с ребенком родители. Если у ребенка появляется какая-то зависимость, токсическая, наркотическая, да, начиняем, работаем с наркологическим диспансером, помогаем пройти лечение. То есть, ну, все, что возможно, пытаемся предотвратить. И хочу сказать, в 90% все-таки это был крик отчаяния мамы, которая в какой-то момент поняла, что она не знает, что делать, не знает, куда бежать, не знает, к какому специалисту обратиться, приходя к нам. Наша задача – показать ей, куда пойти, что сделать, и кто ей в этом может помочь. Вы сейчас говорите про биологических мам. Биологических мам. А какие основные проблемы испытывают мамы приемные? Наверняка вы мониторите ситуацию. И какая основная помощь от вас требуется приемным семьям? Ну, приемным семьям в основном требуется помощь, что мы вовремя подхватили ситуацию, когда у ребенка чаще всего наступает подростковый возраст. В свое «я» ребенок заявляет все громче, повиновения становится все меньше. Не каждый приемный родитель готов к тому, чтобы в этом возрасте отпустить ребенка. Мало того, что родной ребенок, как-то, ну, что-то происходит, да, я за него отвечаю. А здесь у приемных родителей еще, ведь у меня еще ответственность перед этим ребенком, поскольку, ну, и перед государством, да, и перед теми, кто мне доверил воспитание. А вдруг я что-то сделаю не так, а вдруг я пропущу. И у них двойная ответственность перед этим ребенком, потому что они же понимают, что они дадут, то они и получат после 18 лет. Это, ну, это очень, как бы вам сказать, для приемных родителей сложно принять решение, справятся они или не справятся. И это их немножко гнетет, и тут возникают какие-то проблемы. Приходят то же самое психологи, педагоги и с мамой, и с ребенком, и уговаривают. Иногда даже говорят, все, я не могу, он там вот приходит ночью в 10 часов, я нервничаю, я помещаю в социальный реабилитационный центр. Проходит неделя, и вдруг оба понимают, что ближе, кроме вот этой приемной мамы, у этого ребенка никого нет. И мама понимает, ладно, пусть приходит, но пусть дома сидит, пусть дома. То есть психологи начинают работать и заставляют все на свои места и для ребенка, и для мамы. Ольга Владимировна, меня очень часто спрашивают, вот вы хвалитесь тем, что у вас в Самаре становится меньше сирот, а возвраты вообще-то у нас есть? Бывают, конечно, возвраты бывают, их не так много, и причины, собственно говоря, разные. Одна из причин – это либо смерть одного из приемных родителей, когда второй не справляется с ситуацией, да. Но здесь мы подключаем родственников, знакомых, друзей, которые общались с этим ребенком. И в 99% бабушки, дедушки забирают этого ребенка в семью, потому что, ну, уже прошло какое-то время, и он для них становится родным. Возвраты бывают, когда у нас активизируются биологические родители, которые восстанавливаются в родительских правах и собираются забрать ребенка. Бывают, когда освобождаются из мест лишения свободы, и, честно говоря, мы никогда не думали, что мама, в общем-то, захочет этого ребенка вернуть. Здесь немножко другая история. Приемные родители, конечно, предупреждаем таких всегда, что такое может быть. И бывает, ребенок уходит в свою биологическую семью. А вот так вот возвратов, ну, было несколько случаев, когда поставили диагноз – психическое заболевание, серьезное ребенку, и приняли решение, что все-таки ребенку нужно специализированное учреждение, да, которое ему может оказывать медицинскую помощь. Но что отрадно, вот я хотела бы все-таки от возвратов перейти к передаче детей в приемные семьи. А вот это-то я и собиралась вас спросить. Да, вы знаете, в последнее время очень много стали брать детей с ограниченными возможностями. Вот 10 лет назад я не могла представить, что в приемную семью возьмут ВИЧ-инфицированного ребенка. В этом году мы уже 10 человек передали в приемные семьи, которые есть ВИЧ-инфекции. Какие причины этого? Ну, наверное, здесь же скептики сразу – ага, наверное, люди хотят заработать там или что-то еще. Разница в оплате есть в ежемесячную. Там они получают повышенную заработную плату. Но это те деньги, которые не играют абсолютно никакой роли. То есть, ну что такое там 3,700 заработная плата приемного родителя по сравнению с тем, да, что это ребенок, который живет все время с тобой, который не отнуждается в заботе круглосуточно. И проблемы, мы знаем, с детьми постоянные. И, конечно, здесь решающую роль играют не деньги, абсолютно. Я думаю, что здесь все-таки уходит у людей страх, что такое ВИЧ-инфекция. Ведь когда мы открывали первое учреждение «Дом ребенка», куда поступали первые такие дети… Даже сотрудники побаивались, я знаю. Сотрудники боялись, они боялись дотронуться, они боялись вообще, что нет-нет-нет, ни в коем случае. Потом этот страх ушел, то есть информированность населения о том, что ничего страшного в этом заболевании нет. То есть общественное сознание меняется все-таки. Да, меняется общественное сознание, информированность людей становится больше, информации достаточно, и все-таки люди понимают, что это дети не обреченные, что при определенной заботе и уходе они могут жить долго и счастливее, они могут этих детей поднять. Поэтому я думаю, что с этим связано. Я знаю, что у вас очень много желающих взять в семью маленьких здоровых детишек. Собственно, вполне понятное желание. Но есть большая категория детей. Здесь уже, наверное, категория «те, кому за 9» и так далее до 16 лет. Дети действительно с различными заболеваниями. И вот как раз эту категорию понятно, что в семье берут осторожно и не очень охотно. И есть такое мнение, что органы опеки вот таких детей готовы, простите за грубое слово, всучить кому угодно, вот лишь бы только поставить галочку, отчитаться о том, что ребенка устроили в семью. Как можно всучить 15-летнего подростка или 14-летнего подростка? Вот вы мне расскажите, как его можно заставить жить в семье, которая ему не подходит? Или родители пришли, увидели, извините, лба, парень 14-15 лет. Как его можно всучить этим приемным родителям? Ну, абсолютно невозможно. Здесь должно быть понятно, что есть приемные родители, которые изначально, приходя к нам, готовы взять взрослых детей. То есть здесь две категории приемных родителей. Если она целенаправленно идет на маленький возраст, то ее, конечно, и никогда мы ей не предложим ребенка 14-летнего возраста. Просто никогда, потому что, понимая, они же проходят еще подготовку приемных родителей и усыновителей. И когда идет такая подготовка, психологи уже в зависимости от состояния, да, этого, ну, все-все-все учитывается. Они уже видят, кого можно, а кого нельзя дать этой семье. Вплоть до того, как мы, мальчика и девочка. То есть если это одинокая мама, она может воспитывать, допустим, девочку, и ей лучше брать девочку. Полная семья, да, то может быть... А иногда характер мамы таков, что говорит, ой, она трех пацанов вырастет и даже глазом не моргнет, и они будут замечательные, хорошие. Во время подготовки ориентируемся и смотрим, кто может взять таких больших детей. Чаще всего у нас это семьи, которые уже воспитывают ребенка. То есть они взяли приемного ребенка, да, он дошел до какого-то подросткового возраста, даже 9-10 лет, да, и они понимают, и мы видим, что они справляются хорошо, да. Некоторые приходят и говорят, мне бы вот такого же возраста приблизительно, потому что он один, а я бы хотела, чтобы он друг был, там, сестра, чтобы брат был, чтобы они вместе играли. Мне вот проще было бы, чтобы если разница большая в возрасте, мне не надо новорожденного. Вот с этим контингентом родителей мы и работаем. Я хотела бы спросить еще о другом контингенте, с которым вы работаете. Это выпускники детских домов, это женщины, девушки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые живут у вас в социальных гостиницах, в реабилитационных центрах. Ну, не могу не спросить о ситуации, которая сейчас возбудоражила наше общество, это Лолита Нинабоковская, а наша самарская девушка, которая потеряла ребенка, и, в общем, на самом деле это сейчас очень активно везде обсуждается. Так вот, многие средства массовой информации утверждают, что девочку вы держите в тюремных условиях за решеткой и за колючей проволокой. Вы знаете, мне очень обидно и очень обидно за эту девочку, потому что она вот на сегодняшний момент, на мой взгляд, действительно потеряла ребенка. И что только не пишут в интернете, и что только не озвучивают, и что за ней не следили, и это благодаря действиям сотрудников нашего центра. И она бедная, несчастная, вот кому не жаловалась, никто ее не слышал. И я удивляюсь людям, которые, в принципе, даже знают эту ситуацию, насколько можно так излагать, скажем так, неправду в средствах массовой информации. И все-таки мы несем ответственность даже то, что мы пишем в интернетах, даже в блогах, потому что люди действительно этому верят. Вот удивительно, понимаете, даже всякий вот, извините, бред, который там написан, действительно верят. Но, значит, действительно произошла трагедия. Гибель ребенка. Но гибель – это чисто медицинский аспект. Ребенок очень тяжело болел. И не мне вам говорить, да, что, к сожалению, существуют заболевания и последствия этих заболеваний, которые приводят к смерти. Вот это тот случай, когда нельзя говорить, что если бы мы что-то сделали, да, ну, то есть следственные органы, конечно, будут разбираться, как проводилось лечение, как, но на сегодняшний момент вины, и это установлено, специалистов, которые работают в центре, никакой нет. Все, что было необходимо для этой Лолиты и для малыша, все было сделано. И, безусловно, ни одна жалоба Лолиты не проходила мимо медицинского персонала и мимо работников и педагогов, и социальных педагогов, которые с ней работают. Лолита была замечательная мама, что бы ни говорили. Она, в принципе, несмотря на свой возраст, она была очень заботливой мамой. И очень часто пишут, я смотрела в СМИ, что ее пугали лишением там родительских. Такого вопроса вообще никогда не стояло. А по поводу конца лагеря, да? Безусловно, по поводу режима. Это детское учреждение. Вот мы, когда своих детей отправляем в поздравительный лагерь, да, мы отправляем его в поздравительный лагерь, мы знаем. Или в семье ребенок живет. Должны быть спокойны. Мы должны быть за него спокойны, что он утром встал, он поел, что он до обеда занят тем-то, тем-то, что он там днем поспал, да. Мы, родители, никогда не скажем педагогам поздравительного лагеря, пожалуйста, захотел ребенок пойти погулять в 10 часов вечера, пусть идет погуляет. Мы своих детей что делаем? Любим. Мы понимаем, что чем больше он занят, тем больше он находится под наблюдением педагогов, психологов. Мы своих детей стараемся дома одних не оставлять. Но то же самое здесь. Это детское учреждение, руководитель, все педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье этого ребенка. Никаких дополнительных ограничений для Лолиты нет. Она девочка, которая несовершеннолетняя, которая, конечно, встает, завтракает, да, обучается, сейчас пойдет, какие-то действия. Она так же, как все остальные дети. Что значит, вы не отпускаете, вы держите ее за колючими, ну, у нас вообще в принципе нет ни решеток, ни колючей проволоки вокруг учреждения. И все, кто хочет с ней общаться, общается. Вопрос в другом. Что вот те, кто пишет, что она за колючей проволоки, у нас ни одного... Вот есть такая форма временного, временно забирать ребенка на выходные, на каникулы. Но ведь к нам ни один человек не обратился, чтобы взять Лолиту, допустим, в приемную семью. Или, чтобы оформить заключение, чтобы мог прийти, взять ее на выходные, на каникулы, проводить с ней время, как это положено по законодательству. Такого человека к нам ни разу не обратилось. Вот эта шумиха, которая вокруг нее сейчас складывается, она, конечно, идет во вред. Девочка уже запуталась. Она такая трагедия. И здесь ей все вокруг кричат, Лолита там, Ветя виноват. То есть сейчас лучше бы оставить ее в покое и поручить психологам. Да, чтобы психологи помогли ей пережить это горе. Сейчас ей всего ведь, не всего, она всего маленькая. Ей нужно сейчас определиться, какую профессию, вот я знаю, что она хочет быть поваром, да. Помочь ей в этом направлении, поступить, получить образование. Именно это сейчас для нее важно. А то, что происходит, это вот эта вот как истерия, это все идет ей во вред абсолютно. И поверьте мне, все, кто с ней работает и живет в этом учреждении, все желают ей только добра. Вот ни одного человека там изверга нет, который вот насильно ее держит, насильно ей внушает какие-то вещи. Ну, мы все мамы, и там работают также и мамы, и бабушки. И у нас много детей, которые находятся в этом учреждении. И ни для одного еще мы не сделали ничего плохого. Мне кажется, это некая примета сегодняшнего времени, выбирать какой-то объект, накидываться на него всем миром. И, собственно, что из этого выходит. Ольга Владимировна, все-таки завершая сегодняшнюю программу, хотелось бы все равно сообщить нашим зрителям о том, что служба семьи Самарская работает уже достаточно долго. В марте вы будете отмечать свой серебряный юбилей. И, наверное, в связи с этим добавилась задача в службе. Задача добавилась. Первая, основная задача, которая стоит перед нами, чтобы дети, которые вдруг остались без родителей, в любой ситуации, по тем или иным причинам, обрели новую семью. Это помощь родителям в воспитании детей и помощь в том, чтобы эти детки все-таки жили с родными детьми. И вот, наверное, на этой задаче мы поставим точку на сегодняшние встречи. И большое спасибо за участие в нашей программе. Мы прощаемся также с нашими зрителями. До свидания. Увидимся в Гордеес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова